Мой дом – моя крепость. Но канули в лету те времена, когда крепость выполняла только функцию защиты от внешнего агрессивного мира. По нынешним меркам дом должен быть не только крепким, надежным и теплым, но и красивым. В Раменском районе активно начала реализацию губернаторская программа по ремонту подъездов. Запах свежей краски и жизнеутверждающий салатовый цвет. Косметический ремонт идет полным ходом. В этом году в Раменском районе планируется привести в порядок 1074 подъезда. Малярные и побелочные работы почти завершены. По словам жителей, ремонт начали совсем недавно. Процесс идет быстро и слаженно. Особую благодарность люди выражают за то, что каждая мелочь проходит согласование. А по итогу жильцы принимают работу управляющей компании. Если что-то не устраивает, то недочеты безоговорочно исправляются. Да, конечно. Лучше просто вообще снять. Лучше не будет, чем они будут такими. Согласен. У нас подъезды могут быть все разные. Цвета, все зависит от того, как жители выберут. Хотя, может быть, это не очень правильно. Хотя, конечно, может быть, однообразие какого-то. Хотя бы в одном доме. Но... То есть, если жители единогласно скажут, хотим красные, стены будут красные? Будут красные. Да, будут красные. Ну, все жители такие. Зачем делать то, что жители не хотят? Нам делать то, что жители замесли. Чтобы им комфортно было, не тече. На Броницкой 21 продвинулись немного дальше. Первый косметический этап уже позади. Осталось навести порядок и вымыть полы. Дальше к работе приступят специалисты других профилей. Почта огненщики. Еще не забыли краски. Они вот сейчас вяжутся после того, как была произведена покраска. А вот и ступеньков подболы сейчас говорили. Это место также. Вот это можно напорно покрыть. Все будет восстановиться. В ступени и там, где сейчас отсутствует эффект. То есть восстанавливать отсутствующие части. Помимо косметического ремонта, указанного от этого подъезда, еще будут производиться работы, согласно утвержденному протоколу самотодома, будут производиться еще замена инженер-сетей, общедомового имущества, подвольных помещений, горячего, холодного водоснажжения, водоотвижения. Вот если бы здесь была бы лужа, здесь грязь и стояла бы разбитая детская площадка, наверное, жителям было бы не очень комфортно находиться в своем дворе. А когда здесь все современное, все ухоженное, асфальт, детские площадки, озеленение, лавочки стоят, и тем более сейчас отремонтируемые подъезды, то есть получается такой комплекс, когда человек выходит из квартиры, попадает в нормальную среду. Это, конечно же, улучшает качество жизни, улучшает настроение. Рабочий дом 7. В этом году здесь отремонтировали очередной подъезд. Приходим нельзя, но не гадно начинать все красить. Довольны, честно говорю, довольны. Не из-за того, что вы руководство города, вот, а все хорошо. Ну, слава богу. Все покрасили, новые ящики поставили. В целом рабочая поездка прошла на позитивной ноте. Темп работ задан хороший. К 31 декабря план должен быть выполнен. По словам Андрея Кулакова, эта работа бесконечная. В Раменском районе более 1600 многоквартирных домов. Пока рабочие приводят в порядок одни подъезды, другие, отремонтированные ранее, снова теряют опрятный вид. На 2018 год будет составлен новый список подъездов, нуждающихся в ремонте. Ирина Зинченко и Андрей Пластунов для программы «Городские вести».